Ржев в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне заметно преображается. В городе полностью отремонтирован обелиск Победы, благоустроена территория вокруг него. Активно идут работы на аллее памяти. В этом убедился председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев во время своей рабочей поездки в город воинской славы. Мемориальный комплекс «Соборная гора» в Ржеве долгие годы вызывал массу нареканий за плохого обустройства его территории. И это несмотря на то, что средства на это вроде бы выделялись и немалые. Но наконец-то все изменилось в лучшую сторону, и Соборная гора приведена в достойное состояние. Для того, чтобы сохранить не только те события, которые написаны непосредственно в истории, но самое главное – это еще те воспоминания живых ветеранов, которые очень много и полезно сейчас работают, воспитывают молодежь, помогают оценить именно те события не с позиции Европы сегодняшней, а с позиции того времени, которое было в 1941-1945 год тяжелым испытанием для страны, для всех жителей города. Воинский мемориал действительно преобразился. Обелиск очищен от копоти и грязи, очищенная территория вокруг него. Отдельного упоминания заслуживает ограда на мосту. Это своего рода инсталляция, вырезанная в металле строки знаменитого стихотворения «Я убит» под Ржевом. А еще теперь с отремонтированной обзорной площадки Соборной горы открывается совсем другой вид на город. Город стал виден. Если раньше многие говорили, жители Даштверской области, что Ржев, он непонятен немножко по конфигурации, что он как-то вот так вот кусочками идет для восприятия, то сейчас вот здорово, потому что вид Соборной горы, то, что по другому берегу Волги сделано, я имею в виду район музея, это все производит впечатление. И самое главное, что это будет производить впечатление, я думаю, на многочисленных туристов, число которых, безусловно, увеличится и с открытием мемориала, который в Ржеве будет в ближайшее время открыт. К сказанному спикер областного парламента добавляет о начатом частном и муниципальном партнерстве в решении задачи глобальной реставрации Ржева и предлагает распространить эту практику в других муниципалитетах региона. При введении в порядок Соборной горы, к примеру, серьезно вложился местный завод электромеханика. И деньгами, и материалами, да и работой. Если сказать, что все это сделано на бюджетные деньги, это абсолютно неправильно. Здесь есть пожертвования, пожертвования непосредственно от физических лиц, от предприятий, потому что такие объемы работ, которые были сделаны за последнее время, они просто нереальны с точки зрения инвестиционной деятельности, инвестиционных денег, которые заложены в бюджете, выполнить просто невозможно. Это мнение коллеги по депутатскому корпусу разделяет и депутат законодательного собрания региона Константин Антонов. При помощи частных организаций был поставлен детский игровой комплекс. Отлично, шикарный, жители очень довольны. Совместное муниципальное частное партнерство позволяет сейчас реконструировать прекрасную ржевскую набережную в районе Аллеи Героев. Это вот те примеры, которые происходят здесь, сейчас, даже в условиях пандемии. Между тем, основательное благоустройство Ржева – это, разумеется, проект на несколько лет. В городе надо менять, реставрировать, реконструировать, приводить в надлежащий вид очень многие объекты. Подошел к завершению первого этапа благоустройства набережной, так называемой Пушкинской. Сейчас приступили ко второму этапу – это ремонт Аллеи Героев. Пандемия коронавируса, конечно, повлияла на график работ по благоустройству города. Многое пришлось отсрочить. Однако глава Ржева Роман Крылов заверяет, что все намеченное на нынешнее лето будет выполнено.